Всем привет, друзья, с вами Никодим, и мы продолжаем наше первое прохождение игры X4 Foundation с дополнением Колыбель Человечества. В прошлой серии мы разведали появление ксенонских кораблей в земных секторах, помогли шахтерским кораблям пионера Сигариса и разоблачили таможенницу, которая вывела нас на загадочный астероид Яки. Сегодня нам предстоит исследовать это логово пиратов, а также продолжить наше научное исследование на торговой бирже. Ну что ж, я так понимаю, что по заданию нам нужно будет связаться с Яки, нам нужно будет найти вход в этот загадочный астероид и пробраться и как-то связаться и получить дополнительные задания. Смотрите, есть интересная дверь, давайте попробуем, сможем ли мы сюда пробраться. Заброшенная база астероид, снижаем скорость, мне кажется, что наш звездолет спокойно может, да, смотрите, спокойно может сюда пройти. Поэтому постараемся сейчас аккуратно, пойдем вперед и выполним задание связаться с Яки. Погнали, друзья. Можно даже немножко ускориться, смотрите, насколько здесь много места, хотя кажется, что вход здесь был маленький. Ну и, конечно же, сегодня нам нужно будет заниматься... Я думаю, что здесь как будто кто-то или что-то наблюдает за мной. Предлагаю завершить расследование как можно более эффективно и поспешно. Стоп! Это что, мины? Так, смотрите, это похожие мины, но я думаю, что мы их... Ух ты. И внизу вроде бы еще одна красная мина была. Давайте теперь пойдем поаккуратней, потому что здесь оказывается проход заминирован. Да, смотрите, там вон еще впереди тоже есть некоторое количество мин, но я думаю, что нашим пушкам это не составит каких-то больших трудов. Причем даже, смотрите, уже даже опасность не оговорится. Просто нужно будет издалека расстреливать вот эти вот мины и спокойно и медленно идти вперед. Еще немножко. Готово. Ух ты, вот это взрыв. Интересно, мы самостероид-то не уничтожим? Хорошо так было заминировано. Вполне возможно, что даже на корабле, наверное, можно как-то будет протиснуться сквозь эти мины. Но я решил не рисковать, а топорно вот так вот прямо пройти вперед. Погнали, друзья. Вроде бы мы все мину уничтожили. Сейчас дым, когда рассеется, посмотрим, что у нас впереди. Так, музыка тревожная. Обычно в играх тревожная музыка говорит о том, что впереди нас ждут еще большие опасности, чем вот эти вот неподвижные мины. Во, врата. Нам, я думаю, нужно будет именно сюда попасть, поэтому погнали. Поехали довольно зловеще. Так. Ух ты, это кто такие? Так, осторожно. Это турель какие-то. Готово. Все, друзья, расправились. Надо теперь искать кнопку для того, чтобы открыть эти врата. Давайте сейчас подойдем поближе, посмотрим, где-то обычно... Они сами открываются. Прекрасно. Смотрите, что я нашел. Это корабль Яки. Точно такой же сферический дятел, какой и у нас. Интересно, его можно будет захватить? Яки, так вот что скрывала эта ужасно подозрительная таможеница. Слушайте, захватить крючкотвор. Ну что ж, мне кажется, нам, друзья, очень сильно повезло. Наверное, этот корабль с какими-нибудь уникальными способностями, поэтому сразу же пошли. Давай где-то там, приветствуй. Давай, занимай кресло побыстрее, а я пойду теперь на новом кораблике полетаю. И, если я помню, сначала его нужно будет как-то захватить для того, чтобы непосредственно он перешел в наше управление. Давайте включим сканер. Вот, видите? И появляется здесь... Давайте тормозим. Появляется такой значок, который говорит о том, что где-то рядом находится источник сигнала, к которому нам обязательно нужно будет сейчас подлететь. Подлетаем и ремонтируем все это. Так, готово, отремонтировали. Мы хотели бы ознакомиться с управлением этого таинственного корабля, но всему свое время. Мог бы я предложить, чтобы мы сначала увеличили степень запустения этого ужасного места на несколько порядков. Вы что, хотите все разрушить? Кинуть брошенную базу астероид. Но я так думаю, что нам обязательно нужно будет забрать вот этот вот корабль. Давайте сейчас... Ага, стыковка есть, корабль мы заберем, а там у нас есть капитан. Сейчас мы обратно, друзья, выйдем и будем выполнять следующие задания нашего земного протектората. Напомню, что в прошлой серии я стал секретным агентом и выполняю задания землян. Особо сильно я, конечно, не хочу там как-то выделяться, потому что я все-таки... Смотрите, тут пар идет какой-то. Так, может быть нужно будет именно сюда покинуть брошенную базу астероид. Давайте мы немножечко посмотрим по сторонам. Во-первых, у нас есть огромные врата. Давайте подлетим. Они должны у нас автоматически не открываются. Вполне возможно, тогда нужно будет расстрелять как-то особо замки или где-нибудь есть кнопка. Кнопка вот. Это что такое? Нет, это не кнопка. Ну давайте попробуем последовательно. Раз, два. Здесь у нас пулемета стоят. Ну, такое себе. Я как-то больше к лазерам привык. Не хотят они у нас открываться, поэтому, скорее всего, ну, выходит, что нужно будет вот в эту вот дыру пробраться. Единственный только вопрос, сможем ли мы пролезть в такую маленькую щелку. Давайте нажимаем F2. Да, спокойно, смотрите. Спокойно, только аккуратно, медленно, но верно. Как говорится, мы пройдем сейчас вперед и постараемся не застрять на нашем корабле. Давай аккуратно, иди, поворачивай. Попробуем. Такая смекалка! Еще бы. Ну, тут вообще-то больше деваться-то и некуда. Поэтому здесь единственный проход, похоже, был. Или через дверь. Так что давайте. А слушайте, у нас там корабль остается еще один. Может быть, дать ему команду, чтобы он сам самостоятельно за мной вылез. Сейчас мы сначала вылезем сами. Посмотрим, действительно ли это у нас выход в открытый космос. Да, вот он нас. Готово. Все, друзья. Мы с вами покинули заброшенную базу астероид. Давайте останавливаться. И даем приказ нашему второму кораблю. Сферическому дятлу, который у нас вот здесь вот находится. Дадим ему команду вот сюда вот перелететь. Не надо здесь быть. Сейчас он должен у нас выйти через вот это вот отверстие. Единственное, только сможет ли он так филигранно, как я, пройти, очень сомневаюсь. Давайте мы сами сейчас руками все сделаем. Потому что на капитана надейся, а сам не плашай. Мне кажется, что я гораздо быстрее и лучше смогу вывести вот этот вот корабль. Тот сферический дятел тоже через вот это вот отверстие. Смотрите, как здесь на входе в космическое пространство все обледенело. Все похоже на правду. Там у нас какие-то испарения. Труба, похоже, прорвалась с системами жизнеобеспечения. Ух ты. Вообще эффектные туннели. И хорошо, что мы на маленьком кораблике здесь находимся. Потому что я думаю, что большой корабль у нас, скорее всего. Вот самое сложное место, где нужно будет поворачивать и стараться... Тихо, тихо. И стараться не застрять. Да, все, вернулись мы обратно. Итак, где у нас, друзья, корабль? Вот. Морея. А почему у него корпус покоцанный? Разрешение на стыковку получено. Интересно, вот здесь вот вверху тоже нету каких-нибудь кнопок. Давайте пробежимся, посмотрим. Может быть здесь действительно есть какой-то потайной секретный вход. Хотя наш Борн сказал босса та, что мы молодцы и правильно вроде бы среагировали. И правильно отсюда выбрались. Да, он у нас застрял. Смотрите, как интересно. Поэтому нам придется спасать и этот корабль тоже. Вытаскиваем его. В конце концов, его можно будет на продажу куда-нибудь пустить. Давайте вот сюда. Так, готово. И у нас здесь капитан. Дай-ка я сам немножечко порулю. Привет. Потому что ты, оказывается, немножечко тупенькая у нас. Давайте в эту же самую трубу мы с вами отправляемся. Единственное, что я хотел еще проверить напоследок. Может быть здесь... О, смотрите, какое-то взаимодействие, кажется, есть. Может быть здесь как-то можно будет открыть вот этот проход. Раз здесь стоял космический корабль, то наверняка это и есть выход. Нет, похоже, что все-таки выход это вот через канализационную трубу с паром. Через вот эту вот. Ну ладно, давайте сейчас потихонечку пойдем опять. Я думаю, что можно не переключаться на F2. Достаточно вот так вот аккуратно идти, не разгоняясь спокойно 20 метров в секунду и точно не застрянешь. Вот развернуться и точно-точно пойти вниз, чтобы головой не задеть за вот этот вот туннель. Ну или можно, да, вот так вот переключиться и смотреть, чтобы у тебя крылья, баки, двигатели, чтобы здесь тоже не застряли. Но все, друзья, я думаю, что мы уже вышли, потому что вон впереди уже обледенение, там уже вход. Следовательно, мы с вами заимели новенький корабль. Как-то он крючкотвор, кажется, называется. Кстати, у нас уже большая нехватка в деньгах. Нам сегодня нужно будет усилить нашу экономику, сделать больше шахтерских кораблей, расширить наши сектора торговые, чтобы зарабатывать уже не тысячи, а миллионы. Ну все, смотрите, вроде бы мы с вами спаслись. Давайте сейчас на тот корабль мы назначим тоже капитана. Все, готово, останавливаемся, друзья, и перейдем давайте на тот корабль. Саммит там сейчас... А где она? Приветствую. А, приветствую. Слушай, может быть тебя... Да нет, ты и здесь у нас хорошо справляешься. Я думал ее назначить туда капитаном, но я пока, наверное, полетаю. Вполне возможно, это какой-то уникальный у нас корабль. Корабль. Так, давайте. Разрешение на стыковку получено. Погнали вперед, друзья. Прибыл я на этот корабль. Наверное, можно будет объединить весь наш флот. Напомню, что в прошлой... Так, ты куда там у нас полетела? Напомню, что в прошлой серии мы с вами купили коршун-агрессор. Теперь у нас хорошая подмога. Можно будет ничего не бояться. И покинуть брошенную базу астероид. Мы покинули. Это мы завершили этот ужасно неприятный этап. Похоже, в вашем распоряжении имеется несколько вариантов, ассистент. Насколько я могу судить, другой ваш работодатель, несомненно, оценил бы ваше быстрое возвращение. Однако, раздобытый вами чудесный технологический образец, чересчур мнительные на почве аи и земляне, скорее всего, как минимум тут же поместят в карантин. Если вы решите отправиться к ним, будет разумным не расставаться со столь ценным ресурсом преждевременно. С другой стороны, и если можно так выразиться предпочтительнее, вы в любой момент можете присоединиться ко мне в нашей штаб-квартире. Возможно, я и не самый радушный и гостеприимный хозяин, но обещаю вам, что во время моего изучения ваш недавно обретенный корабль не пострадает. В поиске знаний самое благородное стремление. Так, друзья, у нас развилка. Нам босса-та предлагает сделать следующее. Слушаю тебя, сферический дятел. А, он говорит о том, что у него нет заданий. Все понятно. Смотрите, у нас есть развилка. Нам либо нужно лететь сейчас к землянам и сказать, что мы нашли корабль Яки, либо нам нужно сейчас лететь к босса-та, и он что-то сделает с этим кораблем. Он сказал, что это даже более предпочтительный вариант. Честно сказать, мне оба эти варианта не нравятся. Я бы этот корабль хотел оставить себе, но так как мы состоим сейчас на службе землян, наверное, стоит посмотреть, какие там, что у нас в заданиях. Смотрите, к дальним берегам награда «Теплый прием». Доставьте секретный корабль Яки, секретной службе или босса-та. Ожидать расшифровки навигационных данных, найти домашний сектор Яки. Очень интересно, куда нам стоит отправиться. Смотрите, приготовление землян, награда «Содействие планам землян». Что здесь нам нужно будет делать? Разведать политику торговой лиги «Хоттиква». Ну и земля против «Синонов» — это уже миссии гильдии. Мы их сделаем немножечко попозже. А что у нас есть? Болезни роста. Награда модификации «Пузырчатая покраска». Что тут нужно делать? На пороховой бочке. Потом сделаем. Поддержка спутниковой связи. Ремонт спутников — это очень легко. Из-за него нам дадут невидимый кристаллит. Семинар для управленцев третьего уровня. Очень хорошо. Приобретение торгового корабля. Всего лишь скоординированная помощь. Награда модификации «Покраски» — тоже пузырчатая. И там, и там, изучая азы, открывая запрос. Нет, друзья. Давайте мы все-таки закончим задание землян. Так, сколько у нас? 850 кредитов. Закончим задание землян. И, наверное, сдадим этот корабль секретной службе. Наверняка нам дадут огромное количество денег за это. И плюс звание. Мы повысим с вами рейтинг землян. И можем уже закупать крутые корабли. Кстати, давайте посмотрим, что у нас вообще творится. Чем занимаются наши кораблики. Что у нас сейчас на большой бирже. Планирование строительства. Мы все построили. Да, мы и жидкие, и твердые грузы. Все, кстати, построили. Поэтому, сразу же, телепортация. Ну, давайте начнем с чего-нибудь более простого. Например, хакинг производственных модулей. Хакинг модулей хранения и док-модулей. Модификация шасси. Двигатель. Это все для звездолетов. Но давайте с простенька вот этого начнем. Начинаем вот эти вот исследования. Мне понадобятся некоторые материалы, чтобы начать работать. Я все понял, босса-тап. Принимаем смену. И сейчас наши корабли сюда все привезут. А что тут у нас? Графен, смарт-чипы, система упреждения. Да, и энергоэлементы у нас уже в огромном количестве закуплены. А потом мы сделаем хакинг модуль хранения и попытаемся что-нибудь хакнуть на какой-нибудь станции. Я пока не знаю, как это делать, но наверняка нам в самой игре подскажут. Давайте посмотрим. Так, у нас минералы отлично работают. Вот он, крючкотвор. Я бы его лучше перепривязал вот сюда в наш флот. И лучше бы, чтобы сферический дятел нам подчинялся. Перевод экипажа. Назначение. Давайте мы, во-первых, с какого-нибудь корабля возьмем... Вот. А где у нас кор? Вот. С коршун-агрессор, например. Мы с него возьмем какого-нибудь человека и сюда сделаем, например, капитаном. Смотрите, у нас есть... Ну, пилотаж у него такой себе. Сейчас какого-нибудь найдем с пилотажем. А здесь вообще с пилотажем никого нет. Проблема, друзья. Давайте тогда искать где-нибудь вот в копе с минералах. Я уверен, что у нас есть нормальные люди с нормальным экипажем, которых мы можем забрать... Ну вот, одна звезда. Я думаю, этого будет достаточно. Прозвести в чин пилота. Поработайте на меня в другом месте. И это другое место будет у нас крючкотвор. Здесь он у нас станет пилотом. Вот это поворот, друзья. Тут либо глюк, либо на этот корабль, вполне возможно, по сюжету, нельзя будет назначить капитана. То есть только десантники и только обслуживающий персонал. Да, придется нам летать самому. Давайте посмотрим, что у нас там коршун-агрессор выискал. Он пока что продолжает у нас Гетсуфьюни изучать. Эти врата мы везде тут пролетели. Мы нашли еще один сектор сплитов. Я думаю, что нужно будет его сейчас перелететь. Изучить и дальше отправляться куда-то. Вот это нам удаляем приказ. И начинаем постепенно здесь все облетать. Готово. Рапире мы задание выдали. Пустильга чем у нас занимается? Ну, практически ничем он у нас не занимается. Он у нас исследует сектора землян. Вот еще можно будет в Сатурн слетать. Вот эти вот пустоты. Посмотреть, что здесь есть. Ну, и потом перелететь вот эти вот оконечности секторов. Здесь тоже, кстати, бывает очень прям много всего интересного. Давайте мы тогда вот так вот перелетим. Дальше. Монорина минерала у нас собирает 342 невидиума. Невидиум нам будет нужен. Поэтому мы его сейчас сюда в штаб-квартиру перевезти товар. И весь невидиум мы с вами сбросим в хранилище твердых грузов. Давайте принимаем. И сразу, чтобы она выполняла мгновенно этот приказ, даем ей задание начать. Все. Она сразу же стыкуется. Потом обмен товарами. Потом добыча ресурсов. С этим мы тоже разобрались. Крючка-отвор это мы. Коршун-агрессор у нас ничем не занимается. Лучше, конечно, тоже вот здесь вот везде поперелетать. Это Гетсуфьюни. Не так уж интересно будет. Лучше, наверное, возвращаться куда-нибудь в пиратские сектора и продолжить изучать пиратов. Либо доизучить, где тут у нас новые сектора. Арган-прайм. Ну вот здесь у нас, кстати, очень плохо изучены сектора аргонцев. Здесь вообще у нас второй контакт. Ничего не изучено. Можно будет отлететь еще вот сюда вот посмотреть. Ну и вот эти все сектора тоже облетим. Пусть он у нас пока что занимается разведкой. Если что, вступим в бой. А дальше... Во! Выбор-хотиква. Нужно будет перелететь вот сюда и продолжить наше задание. Давайте посмотрим, как у нас там сейчас с исследованием. Хакинг-производителей энергоэлементы есть. Смарт-чипы сейчас завезут. Система упреждения. Там у нас есть собственный торговый корабль, который все это привозит. Бюджет мы с вами приняли. Ну что ж, давайте. Нужно будет доставить этот корабль секретной службе или боссу там. Сложный, друзья, выбор. Не знаю, как сделать. Но все-таки мы пока работаем на людей. Следовательно, на автопилоте отправляемся к людям. Закончим линейку людей. Тогда уже пойдем выполнять задание босса ТА. Напишите в комментариях, что бы было бы, если бы я пошел к босса ТА. Потому что переигрывать я не буду. А наверняка все наши решения имеют какое-то значение. Ну и у нас есть уже 800 тысяч. Я думаю, что стоит купить какой-нибудь хороший корабль. Там, где у нас... Вот еще, кстати, деньги прибавились. Там, где у нас огромное количество минералов. Вот смотрите, на большой бирже есть минералы. Здесь у нас тоже достаточно вроде бы много всего. Надо прям найти такие хорошие толстые жирные сектора, где... Кстати, в пионерах Сигариса, вы удивитесь, но в пионерах Сигариса очень много минералов. Следовательно, можно будет здесь продолжить наши раскопки. Давайте, наверное, мы так и сделаем. Смотрите, здесь еще дополнительно купим еще один кораблик. Да, давайте так и сделаем. Единственное, я сейчас посмотрю, что у нас в поясе Нептун. Здесь у нас синий, это газ, если я правильно помню. Да, синяя зона, богатая газом. Следовательно, давайте попробуем купить какой-нибудь газовый кораблик, если получится. И вот отправить в зону Нептун. Мне кажется, что земляне не будут с нами как-то конфликтовать, и у нас все будет хорошо. Погнали, закупаем себе кораблик. Можно, наверное, даже купить большой, но большие у нас корабли медлительные. К тому же мы еще с газом не разбирались, поэтому закупаем. Маленький, а смотрите, только лишь минералы. Здесь курьеры, истребители, разведчики. Интересно, большие у нас... Вот, Бологаз есть, шахтер. Сколько он будет стоить? 300 тысяч, у нас есть 829. Комплектацию пока поставим эконом. Двигатели армейские. Нам, смотрите, нам нужно будет максимальная скорость для того, чтобы 2,9... Мы тут обнаружили кое-что. Ну, подождите минуточку. Двигатели здесь многоцелевые, армейские оставляем. Щиты, ну, скорее всего, нам не нужны. К тому же, смотрите, здесь земные щиты. А вооружение... Странно, друзья, почему у нас с вооружением ничего нет? Мы же должны будем взять... Это что у нас такое? Бологаз. То есть у него какие-то свои собственные приборы, которые собирают, видимо, газ. И взять мы их никак повлиять не можем. Ладно, тогда оставляем. Стыковочный компьютер как и есть. Дальнее сканирование возьмем немножко побольше. Базовый компьютер не нужен. И все. Ну, и возьмем парочку исследовательских зондов. Давайте. Что там у нас происходит? Какие-то перепрыжки. 600 у нас получается. Вот система. Мемориал антигоны. Так, 600 у нас получается. Ну, и давайте наймем 7 человек экипажа. Надеюсь, что пилот у нас здесь хороший. Все, друзья. 672. Добавить в корзину и подтвердить заказ. Попробуем добывать теперь газы на нашем новом корабле. Через полторы минуты он у нас будет готов. А мы должны уже куда-то подлетать, видимо, в сектор землян. Давайте посмотрим, куда мы тут перепрыгали на нашем крючкотворе. Так, сферический дятел у нас там стоит, ничего не делает. Я бы распустил вот этот вот флот, но пока не знаю защищать командира. Давайте мы, наверное, сделаем защищать командира Альфа. Вот так вот. Покидаем отряд. Все, она покинула отряд. И этот флот, я думаю, будет теперь расформирован. Да, теперь у нас крючкотвор главный. Сферический дятел второй. А наш коршун-агрессор мы можем приписать вот сюда вот тоже к крючкотвору. Чтобы он у нас защищал командира Альфа. Да, давай, побыстрее прибегай к нам. И сейчас, да, у нас два корабля. Один высокоскоростной, другой у нас мощный военный корабль. Я думаю, что нам теперь вообще ничего не угрожает. Ну все, друзья, с этим разобрались. Сейчас мы газ перенаправим в земной сектор. Так, что там у нас ругается? Душа метеоритная. Это на кого это он у нас? Маскировка активная. Так вот, в чем загадочная функция этого изумительного устройства? Ксеноны не распознают у вас врага. Вход в систему. Второй контакт. Особенность этого корабля, что он умеет как-то маскироваться. И ксеноны нас не признают врагом. Они думают, что это обычный ксенонский корабль. То есть здесь, видимо, стоит какой-то специальный помехозащищенный фильтр, чтобы ксеноны нас признавали своими друзьями. Ну что же, давайте, наверное, тогда оставим себе этот кораблик, крючкотвор. Мне кажется, это очень выгодно. Правда, я посмотрел по характеристикам такой себе. Давайте я вам покажу. У него нет ничего особенного. Тут у него и оружие всего лишь С-класса, и генератор у него всего лишь МК-2 Т-Ладьевский. И двигатель у него, ну, 5000, не самые большие хорошие характеристики. Следовательно, сам кораблик-то такой себе. А вот по поводу уникальных способностей, да, он у нас имеет маскировку, которая позволяет как-то скрываться от ксенонов. Вход в систему. Может быть, сейчас его... Перезезание понтифика. А куда это мы летим-то? Доставьте корабль Яки, секретные службы, босса ТА. Давайте сейчас посмотрим, куда мы вообще перелетаем, потому что должны мы были перелетать куда-то... Вот, в земной сектор, в секретную службу. Вот сюда, вот орбитальные станции защиты. Здесь как раз все и находится. Бола-газ у нас уже готов. Триумф и Бренана. Здесь у нас смешанные. Кстати, я здесь, помню, ставил несколько исследовательских спутников. Вот у нас первый. Что здесь он может нам предложить? Давайте посмотрим. Здесь гелий, водород, 0,13. А здесь сколько у нас? Давайте посмотрим. А здесь тоже три звезды. Две с половиной звезды. Ну ладно, давайте попробуем все-таки перепрыгнуть в сектор землян. Мне кажется, это будет поинтереснее. Вот сюда куда-нибудь, к краю. И посмотреть, что здесь продается. Космотабак, космотопливо. Ну давайте попробуем. Вот сюда тогда перелетаем. И даем ему задание по секторной добыче. Нам нужно что-то подороже продать. Смотрите, метан это 56. Здесь что у нас? Тоже ничего особенного. Ну, то есть получается, что мы здесь можем продавать. Вот, водород 68. То есть водород, он дороже стоит. И это будет даже, мне кажется, повыгоднее. Что ж, давайте тогда будем добывать здесь водород. Я, наверное, размещу здесь спутник. У нас есть исследовательский зонд. Посмотрим. Сразу же вот это вот удаляем. Посмотрим, что вообще здесь вокруг. Ну и потом включим секторную автодобычу. Все, он перепрыгнул в сектор Нептун. Сейчас установит счетчик. И у нас деньги начнут опять прибавляться семимильными шагами. Еще бы нужно будет купить несколько кораблей, чтобы разместить во все вот эти вот крупные сектора, где мы можем заработать больше денег. А крючкотвор у нас подбирается все ближе и ближе вот сюда вот к станции земной защиты. Для того, чтобы сдать корабль землянам. Жалко, конечно, но мне кажется, это будет более правильным решением, потому что мы, смотрите, мы пионеры сигарисы. Это все-таки одно... Маскировка активирована. Ох, смотрите, у нас стало все красное. Мы сейчас перелетаем через сектор. Давайте посмотрим, это интересно. Маскировка отключена. Так, отключена. То есть в момент включения у нас становятся все красные, а яки и ксеноны становятся зелеными, ну или белыми. То есть мы с ними можем теперь взаимодействовать, можно будет их обманывать и получать у них какие-то плюшки дополнительные. Да, это неожиданный, конечно, кораблик. Посмотрим, что здесь. Гелий и водород по три звезды. Я помню, что водород стоит дороже. Поэтому мы сразу же настраиваем его на поиск... Поиск... Так, оставаться на месте. Секторная автодобыча. Здесь он у нас товар. Водород пусть будет. Солнце, Нептун принять. Все. И он у нас автоматически здесь будет продавать... Вот есть несколько станций, которые с радостью у нас принимают водород. Все. Давайте проверим, что он у нас начал работать. Нептун. Секторная автодобыча. Все остальные тоже добывают деньги. Док оборудования. То есть мы можем еще и здесь закупиться. В Марс уже мы, кстати, прибыли. Давайте мы, наверное, вот здесь, посерединке, установим еще один гражданский спутник связи. Потом можно будет залететь. Ага, не может она. Почему-то не хотят с нами торговать. Скорее всего, у нас очень низкая репутация. Акто-пилот отключено. Все. Мы прибыли с вами на место. Доставьте корабль... С возвращением в родной протекторат. ...секретной службе. Я вижу у вас обновка. Если вы пристыкуетесь к нашей штаб-квартире, моя команда разберет эту штуку на части и извлечет всю информацию, имеющую отношение к вашему расследованию. Придется нам запрашивать разрешение на стыковку и стыковаться где-то вот здесь. А где у них там вход? Непонятно. Наверное, где-то вверху. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что из этого получится, если мы пригоним вот этот вот корабль землянам и попробуем им его сдать. А потом нужно будет понаблюдать за Бола ГАЗ. Так, что-то застрял, что ли? Давай потихонечку вперед. Так, разрешение на посадку у нас получено. Сразу же устанавливаем. Все готово. Кстати, отлично приземляется. Здесь, наверное, стыковочный компьютер второго уровня. Стыковка. Пожалуйста, вылезайте из этой мерзкой железяки, оперативник. Теперь за нее возьмется моя команда. Да не такая уж она и мерзкая. Посмотрите, это обычные яки. Тот же самый, который и был. Так, давайте сбегаем, посмотрим. Стоп, стоп. Сначала вот этого мужика. Стой, подожди. Ты у нас одна звезда. Сколько ты стоишь? 60 тысяч. До свидания. Так, что-то у нас там происходит? У нас корабль украли. Вот это было неожиданно. У нас земляне забрали этот корабль и все. Денег нам не заплатили. Ожидать расшифровку навигационных данных. Давайте подождем немножко. Великолепно. Вы быстро управились. Отправляю расшифрованные навигационные данные в ваш интерфейс миссии. И еще. Поскольку вы, похоже, приближаетесь к завершающей стадии расследования, я думаю, вам следует выглядеть представительно. Пора заканчивать маскарад и продемонстрировать всю мощь земного протектората. Ваш новый корабль ждет вас в ангаре. Найти домашний сектор Яки. Напоминаем гостям станции, что выбрасывать мусор разрешается только в официальную систему утилизации. Нарушение этого правила автоматически включет штраф в 500 кредитов. Ну что ж, друзья, нам где-то подарили корабль. Сказали, что он у нас представительный. Вполне возможно, что это будет какой-нибудь уже даже не С и не М, а какой-нибудь следующий класс. Очень бы, конечно, классно получить этот корабль. Ты у нас что? Механика, мораль? Ну, ты никто практически. Давайте сходим на этой станции. Посмотрим, что у нас. Во-первых, мы в секретную службу можем зайти. Управление секретной службы там поговорить. Посадочная платформа. Текущее местоположение. Во, катана. Так, это наша катана прилетела. И это еще одна из... Там какие-то звуки страшные. Давайте сходим в инженерную секцию. Потому что я там видел, что можно будет взламывать станции. Мы, конечно же, не будем сейчас в нагло это делать. Но мы посмотрим хотя бы, что нужно будет делать. Дешифратор систем безопасности. То есть, раз. Здесь у нас требуется для взлома тоже дешифратор систем безопасности. Здесь терминал систем хранения. Везде, короче, нужны дешифраторы систем безопасности, которые у нас нет. О, терминал управления строительством. То есть, оказывается, все компьютеры, друзья, разные. Один из них терминал систем хранения. Здесь, наверное, мы будем тырить какие-нибудь грузы. Здесь, скорее всего, мы будем тырить какие-нибудь чертежи. Так, здесь у нас ничего нету. Следующий у нас терминал торговый. Здесь, наверное, ну тоже что-нибудь с товарами нам дадут какие-нибудь, например, скидки, к примеру. А здесь производственный терминал. Скорее всего, у нас лучше двигатели или еще что-нибудь делают. Но все понятно. Осталось лишь только дешифратор систем безопасности заиметь. И будет у нас супер классно. Давайте сейчас пройдем в какие-нибудь другие отсеки, посмотрим, что еще здесь есть. Так, давайте теперь заглянем в офис охраны. Здесь у нас тоже расположены такие же компьютеры. И тоже требуется дешифратор системы безопасности. Смотрите, ремонтный терминал. То есть, если мы его взломаем, наверное, бесплатно отремонтируется наш корабль. Или наоборот, не будет ремонтироваться станция. Панель управления щитами. Абсолютно понятно. Наверное, включить или отключить щиты. Кстати, наверное, перед нападением можно будет взломать и отключить щиты. Здесь у нас что? Панель управления турелями. Это вообще класс. Вырубаешь все турели и просто захватываешь эту станцию себе. И терминал системы безопасности. Я так думаю, она, скорее всего, отвечает за общую безопасность станции. Но, опять же, нужны дешифраторы систем безопасности. В принципе, все по хакингу понятно. Нужно будет этот хакинг сейчас изучить. Посмотрим, что у нас сейчас происходит. Смотрите, энергоэлементы. А что-то кораблей у нас 400 тысяч нужно. Требуется вот в этом вот аккаунте. Давайте примем смету. 500 тысяч. И все. Я думаю, что у нас сейчас будет полностью ноль. Наверное. 92 тысячи. Да, влетели мы, конечно, по самой небалуй. А газа, ох ты, мы водорода мгновенно набираем. Вполне возможно, что даже газ, водород будет гораздо выгоднее добывать. Чем, например, вот эти вот минералы. Потому что, смотрите, они еле-еле у нас добываются. А вот это вот монорины, минералы, вообще у нас невидиум копает очень медленно и плохо. А в штаб-квартире у нас там уже есть достаточное количество невидиума. О, смотрите, мы еще одни прыжковые враты. И еще одни прыжковые врата нашли. Так, сейчас нам нужно будет... Давайте тогда отменяем все вот эти вот приказы. Они нам больше... Да и здесь, по сути-то, особо-то уже не нужны. Сейчас мы... Я все приказы вообще отменяю, удалить все приказы. Первое, что мы сделаем, установим вот здесь примерно, вот на этом месте, установим спутник связи. Потому что это, во-первых, рядом, во-вторых, это очень быстро. Да, здравствуй. Во-вторых, нужно будет слетать вот сюда и установить вот здесь, я так думаю, еще один спутник связи. Итого у нас... Так, итого у нас останется последний спутник. Нам нужно будет перелететь вот сюда, стыковаться. Ага, не хотят они с нами торговать. Ну что ж, не хотите как хотите, тогда мы перелетаем вот в эти вот прыжковые врата разведать. А потом еще и полетим вот сюда вот вниз. И там тоже разведаем следующий сектор. Все, рапире мы дали прям большущее количество заданий. Здесь давайте немножечко изменим, чтобы он все у нас... Вот сюда бы еще неплохо заглянуть, что у нас здесь в секторе Сатурн. Монорина копает. Кстати, прибавило уже. Ну ладно, давайте, друзья, полетели по заданию. Награда теплый прием. Нам нужно будет найти домашний сектор Яки. Для этого нам выдали крутой корабль Катана. Я так понимаю, вот этот вот. Что ж, телепортируемся, посмотрим, что там внутри у него есть интересного. 263 тысячи, этого пока что маловато, чтобы... Ух ты, это все нам. Это все здесь. Так, людей нету, экипажа, похоже, нету. Пустой корабль нам выдали. Давайте мы сейчас где находимся? Мы на Катане, сейчас находимся в секторе Марс. А как раз в Марсе у нас находится порт, если я правильно помню. Да, то есть здесь до порта перелететь прям буквально одна минута. Ну что ж, давайте мы тогда сейчас полетели, друзья. Итак, отстыковка. И попробуем поуправлять таким огромным кораблем. Мы перенесли один из программных модулей из корабля Яки на этот. Похоже, он каким-то образом манипулирует идентификацией свой-чужой. Это может пригодиться, когда доберетесь на место. Тем не менее, держите ухо востро. Отлично, друзья. Нам переставили сюда систему свой-чужой. То есть теперь ксеноны будут думать, что мы ксеноны. Прекрасно, друзья. Ну что ж, давайте сейчас наметимся на ближайший марсианский порт. Закупим там полностью себе экипаж. Самое главное, давайте буква Т. Самое главное, закупим себе пилота, чтобы он все за нас сделал. И отправляемся. Не-не-не-не, стоп-стоп-стоп, не нужно, не нужно. Давайте придется нам самим лететь. Как-то у нас автопилот идет по ведению, вместо того, чтобы перелетать вот к этому порту. Смотрите, 4000 он летит. Очень неплохие у него характеристики. Смотрим. Ага, это вот те самые мои любимые пушки. Да, они мне очень нравятся. Они буквально сносят все с одного удара. Можно сейчас к земной станции подлететь и какого-нибудь нерадивого торговца прибить. Если появится красный, там, держите вора, обычно всегда кричит. Ну все, заходим на посадку. Итак, готово. Вроде бы мы с вами, друзья, приземлились. Давайте посмотрим со стороны, что вообще нам за кораблик такой выдали. Ух ты. Стыковка завершена. Смотрите, у него сверху турельки. По бокам раз, два, три, четыре пулемета. Рады приветствовать вас на борту. Да, я тоже очень рад. Апгрейд, ремонт пристыкованных кораблей. Смотрите, у нас армейский МК-2. А если мы купим круизный? Здесь 6100, а здесь совсем мало снизилось. Да, мы купим и денег еще даже сэкономим. Все, это мы с вами забираем. Много целевые. Ну, а если армейские? Так, с армейскими, мне кажется, получается гораздо. Смотрите, тангаж рысканье. Единственное, только по рысканию есть некоторые проблемы. Скорость стрейфа гораздо, в два раза практически увеличивается. Поэтому давайте вот здесь вот мы армейские. И все равно нам 5000 еще будут должны. Так, защита. Можно сразу купить самые крутые щиты. 15. И у нас полмиллиона нет. У нас, к сожалению, таких денег нет. Поэтому придется поэкономить. Импульсные лазеры. Очень мне нравятся. Очень хорошее оружие. Поэтому все М-классы. Поэтому я их оставляю. Турельки. Тоже М-класса. Причем, смотрите, и там, и там. ПО. Стыковочный компьютер. Система подруливания. Дальнего сканирования. 60 тысяч. Давайте закупим. Боевой полицейский сканер тоже закупим, чтобы денег побольше поиметь. И расширение торгового компьютера. Ну, здесь 10 тысяч. Это какие-то копейки. Самое главное. Сейчас мы купим улучшенный. Не нужно. Вот так вот купим парочку обычных спутников связи. Можно будет купить исследовательский спутник связи. Башня. Но это все, я думаю, где-нибудь мы все это наберем. Самое главное это купить, конечно же, экипаж. Давайте. Закупаем все. И 6 из 7 капитан у нас почему-то не покупается. Вполне возможно, это из-за того, что мы сидим сейчас в кресле. Поэтому у нас капитан не покупается. Ну, ладно, давайте. Добавляем в группу. Подтверждаем заказ. 140 тысяч. Через 1 минуту у нас будет полностью весь экипаж. А пока пробежимся по станции. Где тут, интересно, у него выход? Наверное, в эту сторону. Вот у нас выход. Пробежимся по станции. Посмотрим. Во, как раз человек. Давай, сейчас мы тебя как раз возьмем капитаном. Стоп. Ты у нас пилотаж никакой. Абордаж, кстати, есть. С этой стороны никого. С этой тоже никого. Так, всего 1 человек у нас здесь получается. Ну что ж, погнали. Тогда посмотрим, что здесь еще есть. Торговая зона. Торговля кораблями. Использовать скафандр. Я, наверное, в торговую зону по-быстрому схожу. Посмотрим, что мы там можем создать. Что мы можем купить на крафт-станке. Нам нужен дешифратор обхода безопасности. Так, электронная отмычка. Мы можем одну сделать. Вот, система обхода безопасности. Это то или не то? Вот, дешифратор нам нужен. Дешифратор системы безопасности. Нужно будет купить эвристическое ядро ИИ. Только после этого модуль дешифровки, блок интерфейса. Давайте пока не будем. Смотрите, эвристическое ядро АИ. Может быть, вот у него... Привет. Приветствую тебя, Оливер Чен. Чем могу помочь? Покажи-ка мне, пожалуйста, свой товар. Так, блок интерфейса. Это не тот. И у нас здесь этого блока интерфейса навалом. Заработаем на этом 20 тысяч. Дальше. Ягла нам не нужна. Программируемая матрица пространства. Давайте оставим. Психолептики сдадим. Трофейная электроника, скорее всего, тоже нам будет не нужна. Это пропускаем. Пилотаж. Во, пилотаж однозвездный. Ну, у нас уже есть. Кстати, мы можем сейчас качнуть нашего пилота сразу на одну звезду. Взять любого и качнуть. 60 тысяч мы с вами заработали. Ну что ж. Отлично. Полицейский досмотр. Коршун-агрессор получил приказ остановиться для досмотра полиции. Я надеюсь, что там у нас будет все хорошо. Счастливо. Счастливо тебе, Оливер. Спасибо большое. Ну, давайте, наверное, возвращаться. О, смотрите. Что это здесь у нас за? Еще один микромагазинчик. Не можем туда подойти. Мы нашли еще одну матрицу. И это очень опасно. Отменяем все приказы. Побыстрее по углам сейчас пролетаем. Посмотрим, где это вообще такое. Это где-то за сплитскими секторами. Может быть, здесь даже будет проход сразу вот туда вот на землю. Ну, очень опасно, друзья. Не знаю, как мы вообще сюда залетели. Давайте рискнем. Удаляем все приказы. Рискнем. Вот здесь вот кинем гражданский спутник. Последний. И сразу начнем отсюда удирать. Вот сюда же, наверное. Чтобы откуда пришли, туда и ушли. Чтобы видеть, что у нас нету других космических кораблей. Так, смотрите, здесь много военных кораблей. Устанавливай быстрее и дера оттуда побыстрее давай. Ну, почему так долго? Вон уже подходит какой-то истребитель. А у нас рапира вообще не защищена. Господи, как же долго она у нас устанавливает спутник связи. Готово. Порт теперь мы будем видеть всегда ксенонский. Здесь корабль нас, похоже, не заметил. Ну и все, будем перелетать. Главное, чтобы не было эсминцев и чтобы не было вот таких вот огромных прям кораблей. Все, это какой-то патруль, который нас не заметил. Ладно, рапира у нас очень сильно рискует, но выполняет очень важные функции. Кстати, тут мы еще... Сколько-то заработали? Тут мы еще нашли дополнительные врата. Вот прыжковые врата. Здесь мы разместили спутник связи. Да, нужно будет подружиться сейчас со сплитами. Во, смотрите. Наверное, можно будет из этой матрицы попасть вот в эту матрицу. Давайте займемся сейчас катаной. Нам нужно будет назначить сюда капитана. И возьмем мы этого капитана из любых людей, которых мы уже наняли. Итак, смотрим экипаж. Айка Хасан. Мораль одна звезда. Ну, смотрите, здесь с моралью у всех проблема. Вот только у двух первых. А с пилотированием вообще проблема. Но мы можем сразу же прокачать на две звезды. У нас есть с вами семинары. Смотрите, Айка и Марта Келли. Сколько здесь у нас механика? Ноль. Мораль. Вот здесь все-таки мораль немножечко побольше. Поэтому давайте поработайте на меня в другом месте. Скорее всего, нужно не в другом месте. А скорее всего, нужно было сказать, что поработайте. Да, видите, он не может пока что работать капитаном. Поэтому давайте отменяем этот приказ, друзья. И говорим ему по-другому. Здесь, вот, произведите в чин капитана. Странно, почему он не может у нас производиться в чин капитана. Удивительное, как говорится, рядом. Ну что ж, давайте тогда, наверное, бегать по станции и искать каких-нибудь людей, которых мы можем здесь нанять. Я побегал по станции, не встретил здесь вообще ни одного человека. То есть нам сейчас придется, наверное, вручную перемещаться на нашу катану. Я ее, кстати, обозначил катаной 1, чтобы не путать вот с катаной 2. Давайте мы, наверное, сразу телепортируемся. Это первое. Все, мы на катане. Теперь посмотрим, что у нас с исследованием. Здесь у нас должны были привезти... Систему упреждения уже привезли. Смарт-чипы сейчас должны довезти. А графен, наверное, это твердые продукты. Сколько у нас тут с бюджета? Давайте принимаем вот эту вот смету. Все, сейчас у нас все закупят. И мы с вами хакинг производственных модулей изучим, друзья. Ну что ж, пошли в пилотское кресло. Странно, почему у нас здесь не назначаются люди. Давайте еще раз посмотрим. Мы ее не можем почему-то просканировать, чем капитана. Вполне возможно, из-за того, что у нее пилотажа нет. И семинар мы ей тоже не можем дать. Так, давайте тогда пойдем другим путем. Мы возьмем с любого другого корабля. Например, вот с коршуна-агрессора. У нас там достаточное количество, причем прокачанных людей. Давайте сейчас информация. Экипаж не может здесь в том числе у нас стать пилотом. То есть какой-то заколдованный корабль, в котором пилота назначить невозможно. Мне кажется, я знаю, что здесь случилось. У нас здесь сформирован флот. Давайте отменяем назначение. Все, теперь каждый сам за себя. Итак, на Катану-1 мы можем теперь назначить, как мне кажется, любого из людей. Вот смотрите, Аска-Хасан тоже нельзя произвести в чин-капитану. Удивительно, друзья. Давайте копис минералы, информация, экипаж. Вот, Шинамуни Емото. Так, поработайте на меня в другом месте. Выбираем Катану. И здесь назначаем его на должность капитана. Странно, друзья, но почему-то капитана мы назначить никак не можем. Остается лишь только одно. Сейчас перелететь на какую-нибудь другую станцию и взять первого попавшегося человека. Огромный, большой, боевой, кстати, корабль с четырьмя пушками и еще и с турелями двумя наверху. Так что мочить мы будем классно. А вот это что за... Фабрика земных пайков. А это что у нас? Ускоритель. Ускоритель. Ну что ж, друзья, давайте, наверное, мы... Фабрика земных пайков. На фабрику земных пайков, может быть, тогда слиняем? Да, давайте. Заодно посмотрим, как у нас здесь по ускорению. Так, давайте. Решение на стыковку получит. Опознан известный преступник. Экспресс-транспортер. Так, тут опознан неизвестный преступник. Разворачивается, конечно, он так себе, но вот так вот с одного удара. Все, заработали мы себе еще немножечко репутацию у землян. Итак, друзья, заходим на посадку. Надеюсь, что здесь у нас есть выбор людей. Ну давай уже приземляйся. Все готово? Так, отлично. Побежали искать хоть каких-нибудь людей. Рады приветствовать вас на борту. Отлично, спасибо. Главное, дайте нам хоть одного человека, которого мы здесь можем нанять. Стой, 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 стой. Ты кто? Ты у нас никакой пилотаж, мораль зато одна звезда. И стоит всего три тысячи. Можем ли мы его нанять, смотрите, в качестве командира нашего... Вот здесь вот Катана-1. Итак, смотрим... Нет, только десантник и обслуживающий персонал. То есть, мы не можем взять капитана на этот корабль Катана-1. Чудеса какие. Напишите в комментариях, что это за глюк такой в игре. А ты у нас кто? Приветствую. Приветствую. Тоже мораль у него единица. Стоит он всего две тысячи. Ну и, как я понимаю, он у нас тоже не назначится на эту Катану в качестве командира корабля. Сельгезащитнику мы дадим команду перелететь вот в эти вот прыжковые врата. А рапира у нас все, закончила все изучение. Нашла еще одни прыжковые врата. Да, приветствую. Давайте мы тогда еще и сюда подлетим, посмотрим, что там. Как же нам с этой Катаной-то справиться? Почему у нас нет такой возможности сюда назначить капитана? Может быть, нужен какой-то специализированный капитан для кораблей М-класса? Давайте вот отсюда тогда мы переведем уже готового капитана, а здесь что-нибудь назначим. Итак, поработайте на меня в другом месте, поработайте на Катану-1 и роль тоже нету такой роли. Вполне возможно, это как-то по сюжету у нас ограничено, то, что мы не можем назначить капитана. И нам теперь придется все время летать вручную. Это, конечно, ужасно, друзья. Так, смотрите, рапира у нас открыла еще один пиратский сектор. Давайте быстро пролетим, постараемся никуда не нарваться. Если найдем что-то интересное, установим спутник связи, если, конечно, там еще остались. Вот так вот сделаем. Все. Ну и потом... Потом, ладно. Пустильга-защитник у нас в бездну пока что перелетает. А Монорина добывает огромное количество невидиума для нашей штаб-квартиры. Можно будет сбросить... Кстати, как там у нас вообще идет хакинг производственных модулей? Смарт-чипы. Смотрите, графен завезли, теперь только лишь смарт-чипы нужно будет завести. И у нас хакинг производственных модулей сразу же произойдет. Так, друзья, ну и давайте попробуем мою последнюю идею. Вполне возможно, что капитан здесь не назначается, потому что мы считаемся капитаном Катаны-1. Поэтому я сейчас телепортируюсь в обычную Катану. Все, мы перемещаемся. Она где-то там у нас посреди космоса летает в секторе Марса. Да, здесь у нас вот капитанша наша с афропрической. И попробуем сейчас назначить на Катану-1 из текущего даже персонала. Если получится, мы тогда свяжемся и назначим ей какой-нибудь семинар. Ну что ж, поехали, друзья. Сколько здесь у нас? Нормально с моралью? Нормально с пилотажем? Нет, произвести в чин-капитана мы тоже не можем. Абсолютно непонятно почему. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как сюда назначить капитана. Итак, друзья, капитана на Катану-1 мы назначить не можем. То есть нам придется управлять этим космическим кораблем самому. И давайте пока тем временем мы закупим... У нас есть 741 тысячи. Закупим сюда еще один вот этот вот Бола корабль. Очень мне понравился этот газовый корабль. Эконом. Смотрим. Круизный двигатель 2. Здесь 3. Отлично. Это мы не будем трогать. Это мы тоже. Здесь у нас не изменяется. Турельки оставляем. ПО. Стуковочный компьютер. ПО дальнего сканирования на всякий случай возьмем. Базовый. Все остальное оставляем. Расходные материалы. Исследовательский зонт. Купим пока что один. А экипаж сформируем. Здесь капитан есть? Да, здесь капитан у нас есть. Все в порядке. А еще я знаете, что хочу? Я хочу еще взять вот расходные материалы. Улучшенный спутник. Давайте закупим два спутника связи. Сейчас я вам скажу почему. Потому что мы в пионерах сигарисы не установили вот эти вот спутники связи. Ни на порт, ни наверх. Для того, чтобы получать объективную информацию. 670 добавляем в корзину. Подтверждаем заказ. И через полторы минуты у нас все будет. Пустильга у нас там. Ага, она уже подходит к сектору. Очень быстро перелетела. Рапира у нас среди пиратов. Не боится, летает. Очень смелый, конечно, корабль. О, еще мы нашли одни прыжковые ворота. Ну, давайте, наверное, сразу же тогда перелетим сюда. Чтобы убраться из пиратского сектора. Коршун-агрессор у нас пока что стоит около Марса. Ничего не делает сопровождать корабль. Нет, давайте мы тогда удаляем все приказы. Отменяем все приказы и назначения. Пусть он у нас просто стоит. Ну, или вот так вот пока полетает по Марсу. Посмотрит, что здесь есть у нас во всяких закоулочках. Так, а сферическому дятлу тоже отменяем все приказы и назначения. И отправляем его куда-нибудь в сектора, которые у нас плохо изучены. Там, где мы мало перелетали. Второй контакт. Вот мы аргонские сектора практически не изучали. К пиратам, наверное, лучше не лезть. Дорога к прибыли. Телацкие вот сюда, наверное. Святое видение. Давайте мы тоже поизучим телацкие сектора. Итак, смотрим, что у нас открыл пустельга-защитник. Пожароразгромы. И мы какой-то непонятный новый сектор. СВС. Новых каких-то нашли людей. Ну что ж, раз пожароразгромы, тогда мы с вами полетели его подробно исследовать. Удаляем вот этот вот приказ. Может быть, мы с вами нашли еще какую-нибудь новую расу. Давайте. Ну, скорее всего, это, мне кажется, сплиты. Придется нам... Катана. Да я знаю, что это катана. Но она бестолковая, эта катана. Здесь невозможно управлять никаким другим пилотом, друзья. Раз уж нам достался глючный корабль, тогда полетели на нем вручную. Сразу же даем команду отстыковка. И полетим сейчас на автопилоте, который нас приведет к назначенному месту. Давайте посмотрим, что нам требуется непосредственно по заданию. Теплый прием. Домашний сектор Яки. Нам его нужно будет найти. И, судя по ведущей линии, нам нужно будет перепрыгнуть в шпор дикаря 1. А почему мы по короткому пути не можем пройти? Потому что супер магистраль здесь работает только лишь в одном направлении. Все ясно. Мы можем достать его только с пиратских секторов. Ладно. Сейчас тогда... Что у нас там произошло? Продали мы немножечко здесь минералов. Разворачиваемся. И пусть он у нас продолжает свой путь на автопилоте. А тем временем мы возьмем наш новый Бола-газ. Мы там купили два новых спутника. Один спутник устанавливаем сразу же вот сюда, для того, чтобы иметь актуальную информацию по портам пионеров Сигариса. А второй счетчик мы установим... Ну, здесь рядом ничего нету. Давайте второй счетчик мы установим где-нибудь вот здесь. Спутник связи готово. И потом сразу же перелетаем к Нептуну. Здесь у нас огромное количество газа. Смотрите, здесь сектор. Вот сюда, я думаю, нужно будет выгрузить гражданский исследовательский зон. И сразу же дадим ему тогда задание на секторную автодобычу. Итак, оставаться на месте. Заменяем на секторную автодобычу. Добывать мы здесь будем водород, как наиболее выгодный газ. И добывать мы его будем в секторе Нептун. Вот у нас сектор Нептун. Отлично, принимаем этот приказ. Я надеюсь, что здесь у нас будет такая же концентрация высокого, смотрите, водорода, как и чуть пониже. Смотрим, кто у нас чем занимается. Сферический дятел у нас продолжает святое видение исследовать. Да, мы сейчас пока что вот эти парницкие сектора. Рапиру очень сложно у нас выполняет задание. Она летает по пиратским секторам. И нашли мы еще один вход. Давайте рискнем. Вот сюда еще подлетим. Дадим ей команду вот здесь вот исследовать. После этого мы полетим во врата и посмотрим, что у нас там дальше внизу. Пусть Ильга-Защитник пожароразгрома не нужно так уже досконально здесь исследовать. Давай, полетели вниз. Вторая катана у нас тоже ничего не делает. Давайте мы ее куда-нибудь на боевые позиции отправим. Вот смотрите, на пограничном крае у нас есть вот такая вот защитная платформа ксенонов. Переправим ее сюда. И если получится, мы тогда ксенонскую платформу начнем разбивать. Если нет, тогда мы отступим и придумаем для вот этой вот катаны. Ее можно было бы взять, конечно, с собой. Но сами понимаете, что вот так вот перелетать и залетать в пиратские сектора, это нас очень быстро уничтожит. А мы уже с вами бездну пролетаем. Смотрите, как мгновенно мы здесь идем. Ну, так, что у нас? Поставили. Один спутник поставили. Второй спутник, что-то он как-то у нас тормозит. Хотя скорость у него хорошая. У него 3000 скорость должна быть прям приличная. Итак, у нас опять активировалась маскировка. И смотрите, что происходит. Когда включается, что мы ксеноны, то у нас пропадают все наши корабли. То есть мы ими не можем управлять. И это, скорее всего, будет большущей проблемой, когда мы уже будем там, в ксенонских секторах. Все, череда Тарка. И теперь у нас навсегда будут включены все наши управления нашими кораблями. То есть для того, чтобы управлять, нам нужно будет телепортироваться куда-то, вот, например, в утреннюю звезду. Поэтому давайте мы сейчас к утренней звезде подгоним какой-нибудь один из наших звездолетов. А мы не можем подогнать и телепортироваться в самый ближний. Скорее всего, мы тоже не можем. Мы дружим теперь с буконьерами герцога плюс 10. У нас с Яги теперь стало плюс 30. И даже ксенонами минус 10. То есть мы можем даже подружиться ксенонами, если захотим. Вот это вот действительно очень интересно. Ладно, полетели дальше пока. Теперь нам уже ничего не светит, потому что мы постоянно будем находиться в пиратских секторах. Смотрите, мы, кстати, будем пролетать мимо ксенонского порта. Можно будет здесь разместить спутник связи для того, чтобы наблюдать. И здесь вот прям просится для размещения спутник связи. Поперва отключена. Так, опять отключилась у нас. Да, вон мы... Жду распоряжений. Я не могу тебе ничего, Катана, к сожалению, дать распоряжений, потому что я не управляю теперь своими кораблями. Я теперь считаюсь ксеноном. Смотрите, мы прошли мимо огромных эсминцев и огромных фрегатов. Ух ты! Вот это было весьма и весьма страшно, друзья. А здесь вот как раз тоже три эсминца, которые гоняли у нас коршун-агрессор. Ну, давай разворачивайся. Только бы маскировка у него не спала, если в самый неподходящий момент у него маскировка пропадет, будет прям тотальнейшая проблема, друзья. А мы с вами зашли в чисто ксенонский сектор. Посмотрите, как здесь действительно интересно. И вон они, ксенонские станции. То есть, наверное, мы даже можем... Так, автопилот активирован. Но он у нас почему-то перетупливает и не летит туда, куда ему надо. А, все, включил он, наконец-то. Ну что ж, погнали. Нам бы как-то замалевать вот эти вот земные знаки, которые у нас здесь на корпусе. Потому что по ним ксеноны нас могут опознать. И, скорее всего, даже несмотря на то, что стоит система свой-чужой, наверняка они могут нам как-то дать отпор. Очень, конечно, рискованная миссия. Но у нас остается всего лишь прыгнуть в последний сектор. У нас, смотрите, продали газ на 90 тысяч. То есть, даже по цене выходит выгоднее продавать газ, чем минералы. Потому что минералы продаются где-то в среднем за 72 тысячи, а газ продается за 90 тысяч. Ну что ж, друзья, подходим мы к нужному сектору. Сейчас, наверное, нужно быть поосторожней, потому что этот сектор пиратский. Правда, хорошо, у нас сейчас есть маскировка, и нам ничего не грозит. По заданию нам нужно будет найти домашний сектор Яки. Ух ты, вот это было неожиданно. У нас маскировка отключилась, и теперь мы находимся... Маскировка активирована. Какой-то переглюк был. Яки. Это что-то, видимо, какая-то станция. Ну ладно, друзья, давайте заходим. И отлично. Давайте, автопилот. И у нас плюс 20 к Яки. Нас все-таки расшифровали. У нас корабль явно земного дизайна. Так, до ближайшего Би у нас 27 километров. А почему бы нам не принять бой? Тем более, что нам нужно будет победить напавших ксенонов. Там впереди вон еще что-то красное горит. Можно будет дотянуть вот до этой вот штуковины, посмотреть, что это такое. Ну ладно, друзья, давайте сейчас попробуем принять бой. Наверняка это как-то нам зачтется по нашему основному заданию. Здесь всего один... Нет, не один корабль. Давай сейчас тогда приближаемся вот сюда. 21 километр. Они все тоже вышли у нас из врат. Ну что ж, 18. Сейчас раздолбим один большой, там дальше еще один большой. Остальные все маленькие, я думаю, нам не нанесут какого-либо большого вреда. Давайте сейчас тогда... Давайте, все, начинаем. Главное сейчас маневрировать, чтобы нам щиты не сняли. И чтобы у него 200, у нас 600. Отходим назад и будем сейчас постепенно... Так, у нас щиты наполовину уже сняли. Это плохо. Я попытаюсь маневрировать то вверх, то вниз. Смотрю, куда идут лучи. Готово. Минус один корабль мы с вами уничтожили. Так, победить напавших ксенонов. То есть следующий ксенон у нас будет где-то вот здесь. 47 километров. Мелкий, мелкий. И где-то за ними крупный. Так, этого мы уже убили, друзья. Ну что ж, давайте, наверное, пошли потихонечку вперед. Сейчас щиты нужно, чтобы у нас восстановились. Щиты у нас поползли потихонечку вверх. Давайте останавливаемся. И начинаем идти назад. Вот так вот. Ищем, где ближайший корабль. 10 километров. 300 метров в секунду у них сейчас скорость. 9, 8, 8. Вот этот вот будет ближайший. Ну, я думаю, почему-то, что... Вот самый крупный корабль. Я думаю, что мы сейчас их должны будем разбить. 7 километров. 7. 7, 3. Наверное, лучше сначала с мелкими разобраться. Да, давайте сначала с мелкими разберемся. А потом уже пойдем по большим. Так, вот у нас корабль. Так, смотрите, тут большой корабль нас, оказывается, решил замочить. Скорость у него 260, у нас 148. И щиты он нам начинает снимать, так я бы сказал, нехило. Все, начинаем мы попадать уже. Главное сейчас как-то уворачиваться. Давайте сейчас турельками еще дополнительно. Только бы нам щиты не сняли. Вот большой корабль сейчас мы должны будем добить. Все, щиты у нас уже сняли. Так, отлично. Следующий корабль. Должны мы... Так, 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 аккуратно, аккуратно, аккуратно. Щиты. Так, следующий корабль, давай. Разбили. Готово. Ну, побыстрее давай, достреливай его. Так. У нас перегрев, как назло, в самый неподходящий момент, когда мы можем уничтожить вот этот вот ксенонский корабль. Следующий где-то у нас там внизу. Давайте сейчас назад пойдем. А это крупный корабль. Да, это крупный корабль. Давайте мы его сейчас... Главное, чтобы нам корпус не повредили. Отлично. Справились мы с этим кораблем и, похоже, остался последний мелкий. Вот он, очень шустрый. Катана, кстати, не такая уж и хорошая, не такой уж и поворотливый корабль. И почему-то он иногда не слушается управления. Я не совсем понимаю. У нас не осталось ни щитов, ни корпуса. Но должны мы сейчас последний добить. И слушаем сообщение, друзья. Объяснитесь, кто вы не как сюда попали? Какого... Что за день такой? Так, мы получили 80 тысяч. В каких координатах? В каких координатах? Так. О, поможет, что? О! Вот на эту станцию. Ну что ж, нам сейчас главное не уничтожить последние останки. Эй, это вам не экскурсия? Поговорить с Кендаей Орканик. Это вот она, что ли? Это корабль? Стыковочный отсек. Давайте, наверное, нам нужно будет перелетать Яки, пиратская база. Кстати, посмотрите на наш корпус. Сейчас одно неверное движение. И мы с вами уничтожим сами себя. Ну что ж, мы прибыли с вами к пиратской базе. Давайте посмотрим, как она обозначается у нас по карте. Это Яки, пиратская база. Мы как раз выполнили то задание, на которое нас отправляли. Ну что ж, друзья, давайте на этой оптимистической ноте мы закончим эту интереснейшую серию. Не забывайте поддерживать наше видео прохождение своими лайками и комментариями. Подписывайтесь на наш канал. Поделитесь ссылкой на наше видео прохождение со своими друзьями. А с вами был Никодим. Увидимся в следующей серии, друзья.